Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как только новенькая участница Юлия Богомолова перешагнула порог Дома-2, по сети разлетелось видео из ее порочного прошлого. Правда, на фоне многих других участниц Юля выглядит пока настоящим ангелом. Она всего лишь демонстрирует свою пятую точку и огромную грудь. Ну а Лилию Читрару сдал с патрахами Джозеф Монгале. Ребята встретились на свадьбе Таты и Валеры. Монгале не стал скрывать, что он когда-то встречался с Лилией. Правда, все его чувства угасли, как только он узнал о ней постыдную правду. За свои 20 лет Читрару успела поработать не только стриптизершей, но и в экскорте. В последние годы она была на содержании у богатого мужчины, который купил ей квартиру и машину. Марина Африкантова побывала на свидании в компании Никиты Подворного. Они ездили в питомник, и Никита подарил девушке одного щенка породы шпиц. Несмотря на приятное свидание, Марина не проявляет особой симпатии к Никите. У Ольги Бузовой появился еще один ухажер из числа участников Дома-2. Ранее Ольги признавались в любви Тимур Графуддинов и Эрнест Птак. Теперь у них появился конкурент Дмитрий Гусаков, который не сумел построить отношения на острове любви, не против приударить за Ольгой. Он уже спрашивает у поклонников мнение о том, могли бы они стать красивой парой или нет. А Бузова призналась, что ей больше нравится быть одной. Чем дольше я нахожусь одна, тем больше мне начинает это нравиться. Не надо ни перед кем отчитываться, и могу наконец наслаждаться тем, что именно мне приносит удовольствие. Сейчас Бузова отдыхает в Греции вместе с подругой и делится с подписчиками первыми фото и видео с отдыха. Многие, как всегда, раскритиковали маленькую грудь Бузовой. Она достойно ответила, когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги. Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает. На проект хочет вернуться Николай Должанский, он написал в своем микроблоге уже не один пост на эту тему, а придет он к Маше Кахно. Саша Гозиас и Костя Иванов отдыхают в Дубае. Саша пишет, ребята, скажите, где можно в Дубае расписаться, пока он тепленький. Сергей Адоевцев опубликовал в сети фото с бывшей женой и дочкой. А Мария, как вы помните, нашла себе нового спутника жизни и счастлива в этих отношениях. Саша Артемова и Женя Кузин готовятся к свадьбе. Артемова отправилась в Сочи, чтобы примерить свадебное платье. Именно в Сочи живет кутюрия от Бога, которому она доверила сшить наряд. Также Артемова дала интервью журналистам. Она рассказала, что свадьба состоится в Москве в конце лета-начале осени. Пригласили только 60 человек самых близких и дорогих. Трое участников будут с проекта. Это Черкасов, Берникова и Романец. Но ребятам так и не удалось подать заявление в ЗАГС, потому что у Саши гражданство Украины и еще нет российского паспорта. Так что сначала у них будет свадебное торжество, а потом все остальное. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.